На учебу в Крым. Сегодня ранним утром весь младший состав Чувашского кадетского корпуса отправился в Евпаторию на учебно-оздоровительные сборы. Кадет провожали и мои коллеги Галина Титарчук и Бахтияр Велиев. Чебоксарский международный аэропорт. Два часа ночи. Кадетам и их родителям не до сна. А вы рады, что ваш сын начинает новый учебный год не в Чувашии, а в Крыму? Конечно. Мы приехали с Морговского района, а вот ночью не спали, волновались как-то. Ну, провожаем сейчас сына на юг. Первый раз в Крым летит. Ребенок сам рад. Я тоже радуюсь, но все равно волнуюсь. Конечно, это такая честь для нас, что наш ребенок попал в эту школу. И вообще, первый полет – это вообще волнительно. Ну, я в Крыму не был. Очень мечтаю. Я думаю, эта поездка будет интересной. Я в Крыму был три годика. Я почти ничего не помню. И мне радостно лететь в Крым. К поездке в Крым ребята готовились долго. Проходили медосмотр, собирали справки и вещи. Даниил Трач решил, что большой чемодан ему ни к чему. В большое путешествие отправляется налегке. Я взял несколько футболок, потом три пары шорт, одни трико и одни джинсы. Моя сумка весит всего лишь три килограмма. На самом деле, там я взял только все самое нужное. Такого наплыва Чебоксарский аэропорт не видел, вероятно, с советских времен. На каждого кадета порой по четыре провожающих. Сегодня младший состав Чувашского кадетского корпуса улетает чартером, то есть спецрейсом. Улетает в лагерь Лучистый и в Паторе на учебно-оздоровительные сборы. И тоже они едут в общем проекте с Пермским кадетским корпусом. Улетает 198 детей, улетает 16 взрослых, два медика, которые будут работать по специально разработанной программе в течение двух недель. Впереди две недели на море, полные разных мероприятий. Ребят ждут не только учебные занятия на свежем воздухе, но и творческие и интеллектуальные конкурсы, психологические тренинги и игры на сплочение. Мы, ребята, ничего! Мы, ребята, просто Бог! Ура! Мы едем в Крым!